Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. И сейчас видео под названием «Голодание. Сухое голодание. Голодание на воде. Все за и против. И как получить положительный эффект сухого голодания без риска. Без самого сухого голодания». Итак, голодание – это естественный процесс. Это явление в природе существует. Оно предусмотрено законами природы и биохимии. Оно естественно и полезно. Оно мобилизует любое животное, делает его активнее. Давно известно, что низкокалорийное питание продлевает жизнь, а периодическое голодание очищает организм. Но как? Дело в том, что все биохимические реакции в организме идут только в воде и только посредством воды. Ведь вода – это растворитель и транспорт. Но вода – это не просто H2O. Вода обладает рядом очень важных физико-химических свойств, зная которые и употребляя воду с нужными для организма параметрами, можно добиться оздоровления и очень быстро. Голодание стимулирует важнейший процесс очищения организма – аутофагию. Про нее у меня было отдельное видео, ссылку оставлю. А аутофагия – это самоочищение организма на клеточном уровне. За открытие этого явления один японский ученый не так давно получил Нобелевскую премию. Но голодание – это еще и укрепление иммунной системы, и тем самым это борьба с инфекциями самим же организмом. Если, конечно, организм не истощен, если нет дефицита питательных веществ. Голодание – это очищение организма от вредных метаболитов, так как при голодании организм не тратит силы, ресурсы организма, ферменты, гормоны и прочие вещества на переваривание и транспорт питательных веществ. Голодание – это регенерация клеток, это удаление старых, полумертвых клеток и омоложение тканей нашего организма, всех органов. Но голодание – это еще и запуск синтеза гормона роста, как в молодости. Ведь с 25 лет этот гормон уменьшается в количестве, а он так важен для поддержания молодости всех органов и тканей. Конечно, длительное голодание на воде по Марвеву Горшаковне Агонян или по Норману Океру тоже хорошо, но к нему тоже надо подойти сознанием дела, чтобы не совершить неприятных ошибок. И тут вам поможет мое видео «Лечебное очищение и голодание», ссылку на него я оставлю. Так чем же отличается голодание на воде от сухого голодания? Дело в том, что при сжигании жира в результате химических реакций образуется вода и кислород. Это конечные продукты метаболизма жира на китозе. Китоз – это процесс получения энергии не из углеводов, а из жиров. Китоз запускается при голодании на воде уже с 3-4 дня, а при сухом голодании уже на вторые сутки. При китозе сжигание жиров главного источника энергии образуется эндогенная вода. И в этом главное принципиальное отличие от голодания на воде, когда вода вносится извне. Так вот, эта эндогенная или по-другому метаболическая вода лучше очищает организм, чем вода извне. Почему? Очень просто. Потому что практически у любой воды извне, из-под крана, из бутылок, даже после фильтров, совершенно иные физико-химические свойства, параметры, нежели у воды внутриклеточной эндогенной. Скажем, ОВП, то есть редокс-потенциалы, или по-другому окислительно-восстановительный потенциал, поэтому ОВП сокращено в клетке, и межклеточной жидкости примерно минус 40-70 милливольт. А из-под крана или бутылок вода плюс 100-300 милливольт. Но дойдя до каждой клетки нашего организма, выпитая такая вода, преобразуется в любом случае до параметров, и не только по показателю ОВП, до нужных параметров нашим клеткам. Но какой ценой? А ценой трат ресурсов нашего организма. В первую очередь энергии, а во вторую ферментов и других важных нутриентов. А потому именно при сухом голодании, в отличие от голодания на воде, человек лучше, быстрее, например, худеет у кого излишняя жировая ткань, и теперь вы знаете почему, и лучше очищается на клеточном уровне, быстрее, чем на воде извне. Эндогенная вода, безусловно, самая полезная. Но кто худой, стройный, у кого лишнего жира нет, долго голодать по-сухому нельзя. Потому что у вас нет лишней жировой ткани, которая превратится в воду. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Сухое голодание, конечно, укрепляет и мобилизует ферментные системы организма. Лучше будут работать наши энергетические станции, митохондрии. Удаляются поврежденные митохондрии, тем самым образуются новые, молодые, полные энергии. По-другому говоря, происходит как бы обновление, перестройка организма или, если хотите, омоложение. Но как быть стройным людям? Ведь им долго на сухую голодать не стоит. Или тогда, пройдя в начале, для удаления пищи и продуктов ее переработки, чтобы не травиться продуктами метаболизма, обычное голодание на воде до недели. Перейти в завершение этого недельного курса на сухое голодание, скажем, на 2-3 дня, не более. И то под присмотром специалиста. Или любому человеку можно сократить сухое голодание, даже худому, спокойно, без проблем, до 1 дня, после голодания на воде, вот вместо 2-3 дней. И тогда вы уйдете от любых рисков долгого непотребления воды. Или просто пить водородную воду с отрицательным ОВП, генерируя эти параметры, как и другие специальными приборами, или персональными, или проточными. Тогда вы получите эффект сухого голодания без рисков. Поскольку вода, поступаемая извне, но уже после этих приборов, будет обладать нужными параметрами для наших клеток. И организм не будет тратить ресурсы на перестройку параметров этой воды. И в этой связи я вам советую, кто еще не видел, посмотреть вот эти два видео моих недавних по созданию самой лучшей, правильной для организма воды. Со всеми научными обоснованиями и наглядной демонстрацией доказательствами сказанного. Потому под этим видео, которое вы сейчас смотрите еще, верхние две ссылки будут именно на эти два видео. Начните просмотр с них. Посмотрите сразу сейчас, вот как закончите просмотр этого видео, что называется, по горячим следам. Что еще важно знать о воде в двух словах? Чем больше и чаще человек ест вареную пищу, жареную тем более, тем труднее в воде вывести метаболиты. Тем более той воде, которую мы пьем. Из-под крана, из бутылок. И труднее вывести тем более различные химические вредные вещества из себя, которые человек получает с воздухом, пищей и водой. Потому мой совет, ешьте все-таки здоровую пищу, желательно растительную пищу, и хотя бы на 70% живую, а не вареную, жареную. Под этим видео я оставил для вас много очень важных видео по ссылкам. В первую очередь по воде. По голоданию. Как проводить голодание длительное на воде? Как проводить процедуру очищения при голодании? Как правильно подготовиться к длительному голоданию? Ну и прочие ссылки оставил вам. Не поленитесь изучить те видео. И знайте и помните, что есть еще так называемое интервальное голодание, или по-другому интервальное питание. Это самый правильный вид питания, при котором вы едите пищу в течение 4-6 часов, скажем, с 10 или 11 часов утра, до 3-4 часов дня. И потом не едите уже до следующего дня, опять до 10-11 утра. В таком случае, конечно, не так активно, как при голодании на воде, либо в сухом, тем более, запускается процесс аутофагии, и запускается процесс синтеза в больших количествах гормона роста. Но и проще это сделать, выполнить. Это вначале тяжело, а потом человек привыкает, у него метаболизм настраивается на данный режим. Это нормальный, самый правильный режим. И вы будете себя и чувствовать легче. Энергии будет больше. Легкость будет в теле. И вечером, и утром, тем более после сна. Ну, а если вы будете еще пить вот эту водородную воду, только полученную из безопасного в применении прибора, разумеется, потому что здесь есть очень важные тонкости. Я это пояснил как раз в тех двух видео, которые дал вам, оставил первыми двумя под этим видео по ссылкам. Потому посмотрите непременно. Ну и, пожалуй, я рекомендую вам в плане энергии посмотрите еще очень важное видео про CoinZim Coferment Q10. Ну, а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok